Физкульт привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель. Сегодня мои ученицы Ульяна и Ирина будут разучивать упражнение Good Morning. И вы вместе с нами. Несмотря на то, что на моем канале уже были подобные ролики, но повторение мать учения. И я думаю, что всем вам будет интересно в очередной раз послушать, изучить технику, нюансы. Всегда очень полезно повторять пройденный материал. Мы это все с вами знаем еще по школьной программе. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Ну что, девчонки, в чем основное отличие, именно что вы почувствовали между упражнением Румынская тяга и то, что мы сегодня разучивали Good Morning или с Добрым Утром? Есть какие-то отличия? Ну, я лично почувствовала, что когда я делаю румынскую тягу, у меня больше напрягается мышца попы. А когда я делаю с Добрым Утром, у меня больше напрягается мышца бедра. То есть ягодичная у тебя больше ощущается в момент румынской тяги? Да, а вот сейчас прям очень-очень сильно ощущается мышца бедра. У меня была другая проблема. У меня в Румынской я плохо ощущала бицепс бедра, то есть через раз. Сейчас я, то есть на каждом повторении я ощущаю бицепс бедра и также ягодичную тягу. Сразу с первого подхода? Да, сразу. Сегодня мы делали первый раз, напоминаю, это упражнение, разучивали. Ну что, самое главное, понимать, что как и в румынской тяге, точно так же и в упражнении Гуд Монинг, очень важно держать спину ровной. Что значит ровная спина? Это значит, когда наши изгибы и прогибы позвоночника сохраняют естественные положения. Я вот сейчас показал, как нужно брать штангу со стоек не с одной ноги, а подходить под штангу именно двумя ногами. Точно так же нужно возвращать штангу на стойки. Обращаю ваше внимание на то, как выполняется упражнение Гуд Монинг. Так, посмотрите, нужно очень медленно начать отводить таз назад. Ни в коем случае, девчонки, не начинайте движение с наклона. Точно так же поступайте и в румынской тяге. Нужно начинать уводить таз максимально назад. И за счет этого у вас должен получаться наклон. Только так, а не иначе. Наклон получается за счет увода таза назад. Это закон и в Гуд Монинге, и в румынской тяге. Подходим под штангу. Кладем ее удобно. Желательно, чтобы это было место на трапециях и на задних дельтах. Но не на шее. Тогда у грифа есть три точки опоры. И легче удерживать спину, легче выполнять движение. Смотрите, как Ульяна работает. Плавно, медленно. Вы должны чувствовать движение на каждом участке амплитуды. И очень важно возвращаться тоже очень медленно. Медленно опускаемся. Пауза и медленно возвращаемся. Для чего нужна пауза в нижней точке? Для того, чтобы движение обратно, когда вы начнете вставать, подниматься из нижней точки, тоже было плавным. Если будете стараться делать сразу обратное движение, поверьте, получится очень резко, получится рывок. Это будет очень нехорошо для поясничного отдела позвоночника. Смотрим. Плавненько вниз, плавненько вверх. Вверху, как видите, мы тоже полностью не выпрямляемся. Оставляем напряжение в работающей мышце. Это очень и очень важно. Не переносим его на суставы, на связки. А выполняем работу именно мышцами. Вы должны ощущать четкое растяжение бицепса бедра. И если большинство из вас не чувствуют его в упражнении «Румынская тяга», то в этом движении вы с гарантией его прочувствуете. Каждая девчонка, кто попробует это движение, почувствует растяжение в бицепсе бедра. Обращаю ваше внимание на то, как нужно снимать штангу со стоек. Видите, Ирина вроде подошла двумя ногами, но одна нога была все равно чуть-чуть впереди другой. И у Ирины тоже хорошее положение спины. Но вот посмотрите, она не делает паузу. И обратите внимание, каким резким получается движение назад. Раз. А если делать паузу, как бы замедляясь, то и движение обратно получается, видите, более ровным. Это очень и очень важно. Это залог здоровья вашей спины. И повторяю в очередной раз. Движение выполняется тазом. Уводим таз назад. Практически как будто падаем назад. Носочки у нас свободные. Могут даже иногда отрываться от пола. Лучше, конечно, этого не делать. И не спешите увеличивать амплитуду выполнения упражнения. Это не важно. Это не обязательно. На первых этапах вы должны четко освоить технику. Мы сейчас работаем со смешным весом в 25 паундов. Это примерно 12 килограмм. Даже меньше стандартного грифа. Если у вас нет таких блинов, такого грифа, не переживайте. Можете работать с маленьким грифом для прокачки бицепса. Он весит 10 килограмм. Можете работать с бодибаром. Можете работать даже с деревянной палкой от швабры. Ничего страшного. Главное прочувствовать движение. Главное чувствовать плавность. И движения должны быть идеальными. Только после этого можно будет прибавлять веса. Но сегодня у нас первая тренировка. Мы вообще не будем думать о весах. Мы будем думать только о том, как наладить грамотно технику. И не спешите переходить к этому упражнению. Сначала нужно разучить приседания. Разучить делать грамотно становые тяги. Румынскую тягу. И уже через месяца 3 вы сможете потихонечку вводить данное упражнение в свои тренировки. Но, повторяю. Следите в первую очередь за техникой. Никогда не торопитесь. Не бойтесь потерять время. Посвятите время грамотному изучению техники. После чего, даже если у вас нет тренера, снимайте видео. Как вы видите сейчас на экранах. И просматривайте его сами. Это лучше любого тренера. Особенно, когда вы развиваетесь. Когда вы сами хотите быть тренером. Зная технику, зная теорию. Вы будете видеть все свои ошибки. И будете стараться их избегать. Обратите внимание. Ульяна работает с более прямыми ногами. Это на самом деле более сложно, но и более эффективно. Ирина чуть больше сгибает ноги. И движение получается не настолько качественным, как у Ульяны. Но не переживайте. Это зависит от многих факторов. Это зависит от того, насколько у вас хороша гибкость. Насколько у вас растянуты бицепсы бедер. Насколько у вас не закрепещены ягодичные мышцы, поясничные мышцы. Кстати, данное упражнение очень хорошо будет прорабатывать поясничную мышцу. Что очень и очень важно. Особенно для тех, кто много сидит. Мало ходит. Эта мышца требует постоянной проработки. Помните о фазических и тонических мышцах. Мою статью. Это очень и очень важно. Нужно понимать, что мышцы наши могут как укорачиваться. Так же они могут и терять. Силу терять тонус. Крайне важно понимать это и работать над этим. И что интересно, если вдруг одна из мышц потеряет тонус, то это крайне негативно сказывается на другой мышце. На ее антагонисте. И что еще хуже, как снежный ком это накапливается, создавая еще больше проблем. Никому из нас с вами это не нужно. Поэтому всегда важна техника. Поэтому я постоянно говорю о своей гимнастике, которую необходимо делать и утром, и вечером, и после тренировки. Как минимум три раза в сутки. Как минимум. Если у вас нет проблем и если вы не хотите, чтобы они появились. Если у вас уже есть проблемы с поясницей, то нужно делать мою гимнастику как можно чаще. Когда у меня были проблемы, я выполнял ее до 15 раз, а то и больше в сутки. Это все зависит только от вас. Никто не позаботится о вашем здоровье. Никто не проконтролирует, насколько грамотно вы выполняете упражнения. Не забывайте о питании. Почему так важно ходить пешком? Почему я постоянно говорю о том, что нужно ходить каждый вечер по 30-40 минут пешком? Именно потому, что в поясничном отделе позвоночника наши позвонки страдают от нехватки питательных веществ. В отличие от других органов и тканей, диски не имеют кровеносных сосудов. Они не подпитываются кровью. То есть питание к ним приходит не через кровь. Кровь не является транспортным питательным веществ для межпозвонковых дисков. Как происходит их не питание? За счет воды. Ядро, когда мы ходим, сжимается, выдавливая жидкость. А когда мы делаем шаг, оно наоборот. Как губка распрямляется и впитывает огромное количество воды. Если вы сидите, то это постоянная компрессия на позвонки. То есть постоянно сдавлено ядро. Вода отсутствует, питание дисков отсутствует. И причина, друзья, ваших проблем с позвоночником, именно в сидячем образе жизни. Посмотрите, насколько помолодели эти проблемы. Посмотрите на детей. Уже в школьном возрасте дети имеют проблемы с поясницей. Как вы думаете, почему это происходит? И обвинять приседания и становые тяги в ваших проблемах некорректно. Нужно понимать, что наше здоровье, ваше здоровье, здоровье ваших детей в наших с вами руках. Сходите на родительское собрание. Объясните это. Потому что никому нет дела до ваших детей. Поверьте, никто не позаботится о их здоровье, как вы сами. Объясните эту ситуацию. Заставьте, чтобы учителя хотя бы каждые 15-20 минут на минутку поднимали детей со стульев. Это очень важно. Чтобы наши диски, чтобы диски ваших детей, поясница не имела проблем. Чтобы было питание. Чтобы питательные вещества с водой наполняли диск. Иначе он сотрется уже к 20 годам. По-любому. И будете, как всегда, обвинять то или иное упражнение. Именно поэтому так необходимо делать гиперэкстензии. Гиперэкстензии – это единственное упражнение, которое действует декомпрессионно. То есть, растягивает позвонки. Вся наша жизнедеятельность, особенно когда мы сидим, стоим, ходим, что бы мы ни делали. Это компрессия. Это сдавливание дисков. Естественно, когда еще сидячий образ жизни. В школе, в институте, на работе. Когда не хватает диском питательных веществ. И мы приходим, представляете, после сидячей работы даже в тренажерный зал. И садимся в тренажер или бежим по беговой дорожке, что еще хуже. Это просто убивает нашу поясницу. Не приседы, не становые, друзья. А именно непонимание, недопонимание, нехватка знаний убивает наши поясницы. Я готовлю сейчас большую статью, где хочу разнести впрух и прах наших докторов, которые запрещают делать гиперэкстензии. Которые запрещают делать экстензии, ссылаясь на лордозы, кифозы. Что якобы при определенных ситуациях это может усугубить ситуацию с межпозвоночными дисками, с проблемами, с грыжами, с протрузиями. Но это неправда. Укрепляя поясничную мышцу, мы с вами работаем только на здоровье. Потому что мышца, которая в тонусе, она служит стабилизатором. Она поддерживает позвонки. Не дает им уходить в стороны, не дает им вращаться. И это очень важно. Если мы сидим много, то мышца спазмируется. Мало кто из нас перенапрягает эту мышцу, согласитесь. Но больше всего спазмов, перекосов из-за этого, дисбаланса мышечного происходит именно из-за сидячего образа жизни. Потому что мышца, которая не получает нагрузку, как это ни странно, спазмируется. И если вы не ходите на массаж, если вы не делаете гиперэкстензии, если вы не висите вниз головой на турниках, мало кто это всё делает, да? Если вы не делаете мою гимнастику, но правильно говорить не мою, а гимнастику из йоги, которая тоже действует декомпрессионно. То вы постепенно, постепенно, шаг за шагом приводите сами себя к проблемам в поясничном отделе позвоночника. Именно поэтому, друзья, я рекомендую вам прогулки. Нет ничего лучше прогулок пешком. Здесь сразу же хочу сказать, что ни в коем случае нельзя ходить по беговой дорожке. Это в корне отличается от наших естественных движений. Полотно дорожки бежит нам навстречу. И мы не отталкиваемся, как заложено природой, от земли. А мы, для того, чтобы не упасть, вынуждены как бы выносить, сгибать бедро вперёд, перед собой. Это ещё больше усугубляет положение. Понимаете, да? Посидели на работе, в школе или где-то ещё. Пошли в тренажёрный зал. И для разминки либо сели в велотренажёр, или пошли по дорожке. Всё, это не разминка. Это наоборот. Это ещё убийство нашей поясницы. Нужно это всё понимать. Именно поэтому я рекомендую постоянно на каждой тренировке в качестве разминки делать экстензии. Когда ноги закреплены, а двигается корпус. Но экстензии делать определённым образом. Как скручивание на пресс. Единственное, вы находитесь в станке для экстензии вниз головой. Получается такое скручивание. Поясничная мышца растягивается. И возвращаетесь обратно. После этого делаете обычные экстензии. А гиперэкстензии, когда корпус закреплён и двигаются ноги, делаем в конце каждой тренировки. Это тоже очень важно. Это залог вашего здоровья. Залог того, что вы убережёте себя от травм. А я думаю, что травмы никому из нас с вами не нужны. И именно поэтому нужно посвящать своё время отработке базовых упражнений. Качественно научиться выполнять их. Записать себе на подкорку технику. От и до. Чтобы когда вы уже будете работать с серьёзными весами, вы не думали о технике выполнения того или иного движения. Это должно быть у вас уже в голове. Как на компьютере записанная программа. Именно поэтому изо дня в день нужно нарабатывать, нарабатывать технику. Появится навык, потом будет привычка. Кому интересно, более подробно может почитать об этом в моей статье «Мотивация». Кстати, именно это заставит вас, не заставит, а приведёт вас к тому, что вы не бросите тренировки. Когда грамотно, пошагово идёшь, выполняешь инструкцию за инструкцией, то интересно тренироваться. Тело и мозг учатся тренироваться. Учатся получать от этого удовольствие. И что самое главное, особенно на первых этапах, вы не перегружаете свою центральную нервную систему, не перегружаете свою психику тем, что заставляете себя. Лучше даже на начальных этапах не дорабатывать, чтобы вас тянуло в зал, а вы не заставляли себя. Очень тяжело человеку с нуля резко менять образ жизни. Начать тренироваться, менять питание. А если у вас ещё и лишний вес, думать обо всех этих проблемах со здоровьем. Поэтому, когда мы с вами посвящаем 2-3 месяца начального тренинга именно отработки техники, всё будет у нас грамотно. Попутно, пока вы отрабатываете технику, с тренером или без, вы должны, как я уже говорил, учить, так скажем, матчасть. То есть, получать основы базовых теоретических знаний. Снимать себя на видео. И благодаря этому будет повышаться качественно ваша тренировка. Многие мои ученики, кому я советовал это, говорили, что увидели, насколько могут быть мелкие детали погрешности, о которых они даже не думали. Хотя, знали об этом. Но когда видишь, как ты выполняешь то или иное движение, у тебя вырабатывается, нарабатывается, если хотите, тот самый внутренний взор. Третий глаз, если хотите. Вы потом будете видеть себя уже со стороны мысленно. Просто представив, как вы работаете. Тело будет чувствовать, создаваться ассоциация. И что самое главное, физическое выполнение движения будет вызывать у вас в организме биохимический отклик. Это очень важно. И ещё важно. Тело как раз-таки, благодаря этим движениям, будет учиться нарабатывать связь. Так называемая мозг-мышца. Не забывайте, что именно мозг по нервным окончаниям даёт нервным волокнам сигнал сокращаться. Это так называемые моторные или двигательные единицы. Когда нервное окончание прикрепляется к тому или иному мышечному волокну. И чем сложнее движение, тем больше мышечных волокон иннервируется центральной нервной системой. И не забывайте, что мышца также даёт сигнал обратно нашему мозгу. И если вы начинаете свои движения в тренажёрах, то вы ничему толком не научитесь. Скорее всего, бросите через месяц-два. Через три так точно. Как показывает статистика, практика, мало людей сохраняет мотивацию для того, чтобы тренироваться. Только потому, что начинает это делать неправильно. Естественно, фитнес-центрам опасно учить вас, да и кому охота, отрабатывать, тратить время на отработку техники, таких серьёзных упражнений, как приседания, тяги. Гораздо проще посадить вас в тренажёр и обезопасить себя от риска, что вы получите травму, подадите в суд. Ведь всё это пошло с Америки, где на каждого жителя по два-три адвоката. Думайте об этом, друзья. Изучайте. Развивайтесь. Самообразовывайтесь. И тогда ваши тренировки и ваша жизнь качественно изменятся. Вы будете получать пользу и удовольствие от любого занятия. И это моя основная задача как тренера, как вашего инструктора. Девчонки, молодцы. Вы все видели, что техника шикарная. Всё очень грамотно. Думаю, техника желает лучшего. Что вы думаете по поводу выступления Татьяны? Ну вот Ирина видела конкретно вживую? Да, Ирина. Ну, лично, как бы, меня очень вдохновило всё это шоу. Мне очень понравилось. Татьяна тоже выглядела шикарно. Среди всех девочек тоже очень хорошо выступила. Молодец. Но я тоже хочу выступать. Я очень вдохновила. Оля выступает. Самое главное, что это мотивирует. Как мне показалось, что Таня с точки зрения женственности и сексуальности была самая лучшая. Я тоже хотел сказать. Когда посмотрела на четыре девочки, она была самая такая эффектная. Волос, такая вся прям была такая. А те девочки, они чересчур пересушены. Ну, я тоже подружке сказала, что чересчур пересушены. Как не очень красиво смотрят. О чём я всегда говорю. Сейчас, к сожалению, федерация взяла неверный курс и от женственности отходит. В принципе, эта категория была сделана как раз таки, чтобы привлечь девчонок к тренировкам. И вот, на мой взгляд, Танина фигура, она действительно может привлечь девочек в тренажерные залы. Но тех, кого сейчас ставят призовые места, могут только отпугнуть. Да, потому что это было слишком уже. Там уже было слишком. Статья на Рексипову. Там уже было. Ну, мне как-то. Хотя я не против, конечно, такой фигуры, но я тоже была слишком. Ну, ладно. Всем пока. Увидимся. Желаю вам мышц без жира. Да, счастливенько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok